Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это телефон для ваших смс-сообщений, вопросов, пожеланий, мнений. Самое интересное я обязательно буду передавать и читать. Сегодня РБК написал о том, что из России с начала июля, с того момента, как под домашний арест попал Леонид Миламет, уехали сразу несколько коллег и партнеров господина Чубайса. Ну, в частности, речь идет о пяти топ-менеджерах, которые в разное время были как-то связаны с корпорацией Роснано. Понятно, что везде могут быть какие-то частности, и мотивации этих людей мы на самом деле не знаем. Но довольно интересный комментарий дал агентству РБК один из источников и собеседников. Речь идет о бизнесмене, который работал с госкорпорацией Роснано. Я процитирую. Они выталкивают людей, они – это власть. Мне нравится смелость нашей власти, которая говорит, не нравится – уматывайте. Ну, мы умотаем, а вы-то с кем останетесь? А вам кажется вообще закономерным такие претензии? Потому что долгое время всех все устраивало. Проблемы с бизнесом не вчера ведь начались. Да, я думаю, что это закономерно и, как ни странно, может быть желатно. Я помню, когда шум был по поводу того, когда Сергей Гуриев уехал. Помните, когда спрашивали у Пешкова, какие комментарии? Он говорит, ну, если он хочет уехать, пусть уезжает. Нам какая разница? Ну, оно дело один Сергей Гуриев, но когда это становится очень много, это проблема. Ну, почему? Это очевидно почему. Человек ищет где лучше. А здесь, наверное, не очень лучше. Поэтому, ну, я думаю, что, я говорю, что, как ни странно, я думаю, что не только все равно, даже лучше. Потому что, ну, кто лучше, лучше управляет толпой, когда нет таких людей. Понимаете, в России есть нефть, газ, армия, флот. Вот зачем Гуриев, зачем Алексашенко, зачем эти люди нам нужны? Они только мешают, они только поднимают шум и мешают нам. Поэтому пусть они будут жить на Западе. Ну, вроде как бы Роснано и аффилированная с ней структура, это не какое-то оппозиционное объединение, да? Это вполне себе часть системы. Ну, как мы, дилетанты, себе это представляем. Так что же их-то гнать? Ну, я, понимаете, это сама Россия себе во вред. Это, конечно. Но это не первый раз такое поведение будет наблюдаться. И не последний раз, мне кажется. Тут вообще какая-то такая большая тема оттока людей из России. Мы вот уже третий день особое мнение с этого начинаем, потому что в разных поворотах она вскрывается в новостях. Вот в течение последних суток руководство Нижегородского университета имени Лобачевского все-таки подтвердило, как следует из письма, которое появилось в прессе, из письма Кондрика Уайта, американского специалиста, его увольнение с некоторых там руководящих постов. Сейчас стало понятно, что он и должность директора Центра коммерциализации технологий, тоже не займет. Скандал был большой, потому что, в общем, увольнение его предшествовал сюжет в программе «Вести недели», где ему в вину ставились какие-то вещи, мол, вот тут повесил портреты западных ученых. Как-то это подозрительно. Не очень патриотично. Не очень патриотично. Сейчас будет такой вот отток из образовательной сферы. Но почему бы нет? Понимаете, это кузнец кадров. Это надо начать, когда они студенты. Может быть, еще раньше, может быть, в школе надо. Помните, когда, по-моему, здесь об этом говорили, когда хотели вводить новый курс в вузах по поводу оранжевых революций, что надо обучать людей, что такое оранжевая революция, и как противостоять оранжевых революций именно в вузах. Политическая грамотность. Да, да, да. Это такая идея. Я не знаю, чем закончится эта идея, но сам факт, что эта идея поднимется, понимаете, надо начать с этого возраста, если не раньше. И поэтому такая очистка, это абсолютно закономерно. А плоды свои она даст? Нет, потому что люди судят. Я думаю, что в конечном итоге. Понимаете, это старый спор по поводу холодильника и телевизора. Все равно, в конечном итоге, люди будут, россияне, как во всем мире, они будут судить и по уровню жизни. Это касается Ирана, между прочим, почему санкции работали, во-первых, работали западные санкции, и почему они подтолкнули Иран, даже Иран, к переговорному столу. Потому что люди все равно, в конечном итоге, большинство людей, есть исключения, конечно. Я не беру регулиозных фанатов, но они судят по уровню жизни. И поэтому в ответ на ваш вопрос, я думаю, что это все равно обречено на провал, вот эта пропагандистская кампания. Одно дело, пропагандистская кампания, когда есть высокие цены на нефть. Но когда эта маска сорвана, тогда мы видим, что все равно уровень жизни, и даже без санкций, потому что санкции, это все равно они играют маленькую роль, даже Путин сказал, что 25% всего лишь. Поэтому все равно проблема в российской экономике, в госкапитализме, в вертикальной власти, это все изъяны российской модели, российской системы. И сколько можно говорить, что мы не такое переживали, и в Советском Союзе мы крепчали, крепчали, крепчали. Сейчас мы крепчали. Сколько можно крепчать? Я думаю, что хватит крепчать. Ой, есть нехорошая поговорка, но я не буду ее ретранслировать. Да, нас, да. Но дело в том, что вот в той логике, которую вы описываете, неким противовесом и сдерживающим фактором должна быть опасность социального протеста. Но такое ощущение, что это не про нас все, потому что, ну, упадут немного зарплаты. Ну, что поделать, они в такие времена переживали. Ну, не будет продуктов в магазине, ну, ничего страшного, было еще хуже. И как-то мне кажется, что вы недооцениваете терпеливость. Ну, да, терпеливость есть, но она не бесконечная. Все равно это имеет свой срок давности. Ну, посмотрим, столько русских, россияне готовы выдерживать это через год, через два года. Не знаю. Все равно, конечно, американцы виноваты, но я говорю, что это пропагандистский прием ограничен, потому что даже для самых, я не знаю, доверчивых людей, ну, сколько можно свалывать на США. Понимаете, это, ну, мне кажется, может быть, это бесконечно, может быть, это такой номер будет работать вечно в России, я не знаю, но я всегда удивляюсь, сколько можно свалывать на США. Тут с начала лет стало известно еще и о том, что некоторое количество довольно известных журналистов покидает Россию. Это и наш коллега «Поеха в Москву» и «Подождите» Муралевский, это и речь шла о Тихоне Дзитко, это и Айдер Муждабаев, я могу еще называть имена. Илья вас спрашивает, вот сейчас некоторые российские журналисты покидают страну, так как чувствуют, по-видимому, себя здесь неуютно. Вы тоже работаете за рубежом. В чем причина у вас и в чем сложность? Или, наоборот, плюсы работы такой? Ну, я тоже чувствую себя неуютно, мягко сказано, потому что во всем виноват я, как представитель, хотя я не работаю в государстве, я, когда я выступаю, все равно на меня наезжают, потому что других нет. Я имею в виду в эфирах, но пока. Поэтому я занимаю именно эту нишу. Ну, это мое осознанное желание и решение. Но это явление одного порядка. Почему журналисты уезжают? Потому, почему бизнесменам уезжают. Если им неуютно, по той же самой причине, почему бизнесменам неуютно, это общая неприятная и неблагоприятная обстановка для реализации. Это неважно, это журналистская деятельность или это бизнес, очень сложно реализовать себя. Ну, с бизнесом-то, пожалуй, даже посложнее, потому что здесь может все упереться не только в отсутствие возможностей, но и в некие проблемы с правоохранительными органами, которые нежданно вырастают. Кошмары. Хотя Бенверис сказал, что хватит уже кошмары, но... Это было давно. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули, что на вас там наезжают, да? А какое-то вообще антиамериканское настроение на улице чувствуется? Ничего личного нет. Всегда мне говорят. Но такая работа у них. У кого такая работа, во что она вылится? Буквально через несколько минут сейчас короткая пауза. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». 17 часов 20 минут. Это программа «Особое мнение». «Особое мнение» сегодня представляет независимый американский журналист Майкл Бом. Я до перерыва вас спросила, а вот эти самые, ну, как мы выразились, наезды, да, они за пределами площадки выступлений случаются или нет? Я имею в виду какую-то повседневность и какой-то быт. Потому что всё равно не может, наверное, проходить даром вот это вот какое-то массированное мнение, исходящее из телеэкранов, о том, что наш главный враг Америка. И, наверное, должны вас спрашивать, не работаете ли вы на ЦРУ, например. На Госдепы, да. На Госдепы и так далее. Вот не за печеньки ли как-то. Неужели вы верите в то, что вы говорите, или кто вам платит, понимаете? Они, может быть, судят по себе, но это, то есть, это естественный, закономерный вопрос. Кто вам платит? Неужели вы просто выражаете своё мнение? Не может быть так. То есть, это и всякие шутки над словом приставки «независимый». От чего «независимый»? Ну, может быть, да, действительно, это немножко неуклюжее слово, может быть, убрать. Не потому что я «зависимый», просто это всегда вызывает какой-то смех «независимый». А кто «независимый»? Все зависят от кого-то. Поэтому «независимый» я уже много раз объяснял, но это в том плане, что я ушёл из газеты, я не работаю в какой-то газете, и я работаю просто независимым журналистом. Пишу для разных колонок, для разных газет и для «Эхо», между прочим. На самом деле, я спросила вас вот почему. На днях выходил материал издания «Новых известий», который, ссылаясь на данные в ФМС, говорил о довольно серьёзном оттоке иностранцев отсюда. Иностранцев именно граждан западных стран. Европы, США. Ну, понятно, что в первую очередь речь идёт о некоторых экономических причинах, потому что это топ-менеджеры, которые по контракту годовому здесь работают. Бизнес сворачивается. Но это ведь ещё и вопрос комфорта для экспатов. И в этом смысле сейчас очень интересно, как здесь живётся. Нет, комфорт для них, они всегда жили комфортно, то есть у них были хорошие. Если они... Нет, в метраже квартиры я не сомневаюсь, но вопрос отношений. Нет, они уехали не потому, что некомфортно, уехали потому, что бизнеса мало. Санкции просто, падение цен на нефть, и им нечем заняться, поэтому они уезжали. Может быть, они хотели остаться, но их руководители решили, что это расход не оправдывает. Поэтому чисто экономические причины. У нас многое сообщение приходит на номер плюс семь, девять восемь пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Сергей пишет, на мой взгляд, уезжать неправильно, нужно пытаться развернуть ход изнутри, не революцию делать, но изменить. Есть какой-то маневр и пространство для него, чтобы что-то изменить? Кому? Гражданам, видимо, Сергей себя имеет в виду. Изменить, но выборами, но мы знаем, что это проблема в России. Как кроме выбора? Протесты, болотные, но это тоже проблематично. Мы знаем, чем это закончилось. Не знаю, какой совет ему дать, потому что обычные рычаги гражданского общества, их мало или вообще их нету в России. Поэтому терпите. Про развитие гражданского общества. Сегодня стало известно о том, что российский филиал Американского благотворительного фонда МакАртуров сворачивает свою работу здесь. Здесь в своем заявлении на сайте организации они указывают, что очевидно внесение в так называемый патриотический стоп-лист, который подготовил Совет Федерации, намекает на то, что сейчас деятельность таких фондов в России невозможна. Но на самом деле, вот казалось бы, именно сейчас-то деятельность этих фондов здесь и была бы востребована, в общем, противоречива как-то. Ну, это лично раз показывает настолько, понимаете, мы начали с закона иностранных агентов, да, но это, как вы знаете, это касалось именно российских НКО. Даже при всем шуме вокруг этого закона, все равно была огромная дырочка, дырка, огромная лазейка. А как насчет иностранных НКО, типа МакАртур, типа Amnesty International? Этот закон не распространялся, поэтому это было естественно, что они закрыли эту дырку законом о нежелательных организациях. И здесь, понимаете, это гораздо проще, потому что не надо политической деятельности. Если это соответствует определению, причем произволному определению, нежелательное, для меня это очень смешная, но нелепая формировка, нежелательное, с юридической точки зрения, это полный бред, конечно. Это абсолютно субъективная оценка, нежелательное. Почему же нелательное, кто решает, и поэтому вот эти иностранные организации, конечно, сейчас вот закрыли эту дыру, и сейчас они могут попадать, или уже попадают под определение нежелательных организаций, потому что они кому-то не нравятся, и это относится в частности к МакАртуру, и все. И это преподносится, что это прикрытый госдеп, что это ничего подобного. Они сами говорят, что мы к государству никакого отношения не имеем. Это то же самое, как Amnesty International, понимаете? Они из принципа, наоборот, чтобы избавиться от всяких подозрений, от всяких нюансов, оттенков конфликта, интересов, они не берут никаких денег ни от каких государств. Они берут деньги от частных... Это полностью частные вливания и пожертвы. Да, но для России, понимаете, неважно. Это все деньги иностранные подрывные по определению. Это неважно. Что государство, что Джон Смит, который жертвует, я не знаю, 100 долларами, это все подрывно, это против России. Это чтобы расслабить и расчленить Россию. Поэтому лучше избавиться от этих угроз и все. Но ведь на самом деле этот так называемый патриотический стоп-лист, это ведь просто перечень организаций, на которые, мол, следует обратить внимание, по мнению сенаторов. Их деятельность пока никто не запрещает. Но они уходят сами. И уходят именно в тот момент, когда они как раз нужны. Кому? Ну, не Кремлю. Кому они нужны? Ну, не Кремлю, но тем гражданским институтам, которым они помогали все это время. Да. А это нужно Кремлю? Это ценится Кремлю? Нет, Кремлю это не ценится. Но вот люди, которые получали от них средства на реализацию каких-то программ, исследований, институтов журналистики и прочее, они остались без поддержки. Кремлю не жалко. То есть, они думают, что сколько лет мы жили без этих НКО, столько лет мы будем жить дальше без этих НКО. Да нет, я так про то, что, собственно, сам ФОД в этой непростой ситуации оставляет своих партнеров здесь. Чьи партнеры? Ну, условный центр развития гражданских институтов взаимодействия. Да, они агенты западного влияния. Чем больше они уматываются, тем лучше для всех. Поэтому чьи партнеры? Они партнеры пятой колонной. Поэтому шо вон, и все. Здесь хоть кто-нибудь останется в ближайшие, не знаю, пять лет? Думаете, из НКО? Да. Не, ну, про Кремлевское НКО, их много. Даже есть президентский фонд, который поддерживает их фонда Никонова. У них очень светлое будущее. Русский мир. Ничего ж там, мы даже помним историю, которая развернулась, скандал, который развернулся вокруг фонда... Династии, да? Нет, не фонда династии, а фонда, который в СМИ смело называли фонд Марии Гайдар. Социальный запрос, да? И история про то, что нужно возвращать грант, не нужно возвращать грант. Вот что касается этого сюжета, вы видите вообще какую-то проблему в том, чтобы гражданин России сейчас работал в государственных органах другого государства? Этическую проблему, я имею в виду. Ну, понимаете, я вижу другую проблему. Что любой человек, это гораздо более глубокое проблему, любой человек, который критикует российскую политику по поводу Крыма, он по определению, он враг народа, он предатель. И поэтому Мария Гайдар, в том числе, поскольку она критиковала политику России по поводу Крыма, она предатель. Вот это, кто не с нами, против нас, это очень, то есть, это исключает любую инакомыслы. Поэтому это очень опасно. Для будущего человека профессионального, видимо, в первую очередь. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут, скоро вернемся в эту студию. Напоминаю, телефон для ваших смс-сообщений и вопросов. Плюс семь, девять восемь пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Твиттер-аккаунт вызван тоже к вашим услугам, он доставляет ваше сообщение. Напоминаю, что особое мнение сегодня представляет Майкл Бом, независимый американский журналист. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». 17 часов 34 минуты. Это программа «Особое мнение», которую сегодня представляет американский журналист Майкл Бом. Прервались мы на том, есть ли вообще какой-то этический конфликт в том, чтобы сейчас гражданин России работал в госорганах страны, с которыми, в общем-то, как бы есть конфликт. Он не то что признан на уровне войны, но никто не отрицает противоречий. Да, в том-то дело, слово «предател» очень громкое, очень сильное слово. И вообще на английском я не знаю, как на русском «предател» относятся, если это по отношению к врагу. Но вроде бы Украина не враг, я имею в виду официально. То есть Россия не является стороной конфликта, Россия не воюет с Украиной, и дипломатические отношения еще остаются. Поэтому назвать Марию Гайдар «предателем» – это немножко… Ну, может быть, в общем смысле они имеют в виду, я не знаю. Но что касается иностранцев вообще в украинском правительстве, я не вижу ничего зазорного, нет. Я много раз комментировал это. Понимаете, лишь бы они были компетентными и честными. Я прежде всего про министра финансов, понимаете. Им не до нежности иностранности или нет. Нам надо привести этот, как сказать, дипломатичный дом в порядок. Я хочу сказать бардак, но это, наверное, некрасиво. Поэтому я не буду говорить слово «бардак». И поэтому сейчас им нужны экстренные меры. И если иностранцы помогут привести дом в порядок, тогда ради бога. И сколько иностранцев работали в России, начиная с Петра I, понимаете. Их было очень много. И даже в ранном советское время иностранцы были. И в 90-х это само собой. Сейчас Путин избавился, молодец, от иностранцев в основном. Но это Александр II и даже Николай I. Все иностранцы всегда были. В какой-то степени, наверное. Да. Поэтому Мария Гайдар – это просто еще одна иностранка. Это какие-то постоянные споры вокруг гражданства. Потому что в Думе ведь послышались голоса тех, кто считает, что от гражданства нужно в таком случае отказываться и так далее. И вот не дает нашим властям покоя это слово «гражданство». Нужно в таком случае принимать гражданство другого государства и отказываться от своего? Но, по-моему, это требовано именно украинских властей. Они требуют это. Поэтому хочет Мария или нет, если она хочет работать, там такие условия, насколько я понимаю. То есть это не какой-то вызов или протест России. Она не хлопает дверью с Россией таким образом. Необходимость. Да. Необходимость. Поэтому она просто соблюдает украинский закон. Что касается вот тех самых мер с гражданством, уже совершенно из другой темы. Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня предложил лишать гражданства тех, кто отправляется воевать на стороне ИГИЛа. На стороне запрещенной в России организации «Исламское государство». Вообще у нас в Конституции прописано, что нельзя лишить гражданина Российской Федерации гражданства. Но ничего постоянного в этом мире нет. И теоретически можно и поправки какие-нибудь придумать. Как вы считаете, а меры-то вообще правильные или нет? Ну, это экстренные меры. Это сложный вопрос. Даже в Европе они разрабатывают меры, как не лишить их гражданства, а как пресекать их пути. И сначала туда, чтобы они не попали туда. И чтобы они не вернулись обратно. Если они не могут вернуться обратно, это всё равно, что фактически лишит гражданства. Ход кашком назови. Поэтому это очень серьёзная угроза их возвращения на родину. Если они там воюют. И они идеологически уже подготовлены к терактам. Поэтому здесь мне сложно. Я понимаю, что Конституция, но здесь это не шутка, это не детская забава. Вот тысячи, больше тысячи российских граждан, которые там воюют. И они угрозят... Ну, по разным данным, от двух тысяч, некоторые называют семь и даже восемь была оценка. Поэтому надо с пониманием, даже если это противоречит Конституции, но лишь бы не было заупотребления этим. Это надо разработать методику и процедуру для этого. Но то, что надо контролировать их, это точно. Ну, не очень понятно, правда, как это физически поможет. То есть человек, который едет с преступным планом назад, его вряд ли отсутствие гражданства остановит. Есть нелегалы, которые живут в Москве, они как-то попадают в страну. Тем не менее, несмотря на отсутствие нужных документов. Потому что это внутри СНГ. Я имею в виду, если из Сирии, как они попадут на Россию? Ну, это будет сложно без гражданства. То есть надо пресечь все дороги, чтобы они не попали обратно. А если, я понимаю, если человек из Киргизии, он может очень легко попадать в Москву, потому что между странами нет визового режима. Майкл Бома, его особое мнение, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. Олег вас спрашивает и просит вас спросить, вернее, про оппозицию США в деле создания международного трибунала по Боингу. Вообще, ну, есть международное расследование, да? Нужен ли вообще международный трибунал? Я думаю, что, увы, нужно. Почему? Потому что мы видим, как Россия сопротивляется. Но просто на каждом шагу. То ли секретный свидетель комсомольской правды, то украинский самолет. Понимаете? И всегда, это, конечно, не только мне, напоминает многим с южнокорейским самолетом, да? То есть, это не мы, я не я, хата не моя, и все. Просто упыреться, что это мы ни при чем. Когда американцы совершили аналогичные, ну, была аналогичная трагедия с иранским самолетом в 88-м году, да? Но, правда, Америка сразу не признала, но была процедура. Эта процедура была в международном суде юстиции. Америка была признана виновной, и они заплатили где-то 130 миллионов долларов семьям жертвы. То же самое аналогичная ситуация. То есть, гражданский самолет, 300 человек погибло. Ну, поэтому, в свою роду, это был трибунал. Я очень, я сомневаюсь, что Россия признает, но мне, я, понимаете, слишком рано говорить о роли России, но все показатели, и даже были сливки из официального расследования. Официальные расследования были опубликованы в октябре, но уже были сливки. CNN уже опубликовал отрывки. Выводы докладов. Да, что и все, и почти все показывает на ополченцев, что это именно БУК. И даже производитель БУКа говорит, что это БУК. Только производитель БУКа говорит, что это не ополченцы сделали. Но версия со самолетом отпадает окончательно. То есть, это БУК сбил этот самолет. Чей БУК? Но международные расследования все показывают, что это именно территория контролирует ополченцами. Ополченцы, скорее всего, именно это делали. Кто нажал на кнопку, очень важный вопрос, потому что сам Путин сказал, что кто воюет в Донбассе? Трактористы и шахтеры. И шахтеры. Они умеют использовать БУК. БУК – это не Калашников. А если они не умели, если там были российские, но пусть доброводцы, в кавычках. Кто нажал на кнопку, если это именно там было сделано? Это все, я думаю, что Россия будет отрицать это до конца, потому что, понимаете, если Россия признает, что ополченцы, и за ополченцами российские советники, понимаете, тогда вообще вся версия распадется. Вся версия, что Россия там воюет или участвует в этом конфликте, понимаете, эта версия просто провалится. Поэтому надо упорядиться, надо настаивать, что мы ни при чем. Понимаете, если там был БУК, это и дядя Вячеслав привез этот БУК из Кемерово, он сам. Это его личный БУК из гаража. Поэтому это все, почему речь идет о трибунале, потому что мы видим вот это упорство, что нет, это не мы, мы не сторона конфликта. Там только добровольцы по зову сердца. И поэтому трибунал это как единственный вариант, чтобы какая-то справедливость вос существовала. И как было с иранским самолетом, да. Надо сказать, справедливость и радиус, США не сразу пошли на это. Надо было судиться с США, что было сделано в ГАГе. Но в конечном итоге США были признаны виновными в этой трагедии. Это ошибка была, это было не намерено, но все равно. И они были вынуждены платить жертву, всем им жертву. Это правильно. То есть надо, по мужски, надо, понимаете, такие вещи происходят. Слава Богу, не часто. Но если ополченцы и за ополченцами России стоят, ну, нести ответственность. Будьте мужчиной и сделать шаг, правильный шаг, что мы это сделали, и мы будем платить за это. Я так считаю. Если Россия не хочет этого делать, тогда... И чувствуется, что Россия не хочет, сопротивляется. Тогда весь вопрос, отсюда весь вопрос у трибунала, чтобы это было. Но ведь на самом деле получается, что трибунал это просто возможность задать некоторые вопросы в лицо. Но это невозможность установить истину со всеми согласными сторонами, потому что против лома нет приема. Если трибунал приходит к тому же выводу, к которому согласно утечке СНН пришли авторы доклада, то дальше можно наткнуться просто на реакцию. А мы их не признаем, эти результаты. Да. Но потом, международные суды и юстиции, понимаете, я вас уверяю, найдутся юристы, которые будут представлять семьи погибших, и они будут подавать на Российскую Федерацию в суд, в ГАГе. Это не проблема. И потом дальше Россия скажет, что это как дело ЮКОСа, мы ни при чем. Это русофобский суд, это очередная русофобия. Мы не будем платить. А потом то же самое, как с ЮКОСом. Тогда надо арестовывать активы за пределами России, если какие-то активы остаются после решения ЮКОСа. Я думаю, что, понимаете, по делу ЮКОСа 50 миллиардов долларов. А что останется после этого, чтобы привести в исполнение решение, какого-то решения суда по поводу Боинга? Ну, я думаю, что после трибунала будет такой процесс, потому что эти семьи, они не будут отдыхать. Они требуют справедливости и правосудия. Они считают, что за этой трагедией стоят оплаченцы и за оплаченцами России. И они хотят, чтобы было судебное решение, если Россия сама не хочет участвовать в этом, чтобы заставить, как заставили США, я говорю, в иранской трагедии. Но ведь интересно еще и то, что, например, со стороны России ни разу не прозвучала там версия, скажем, что, ну, может быть, это ополченцы. Это вот что такое, нежелание ту сторону подставлять или просто от этой версии тянутся следы сюда, в Россию, откуда... Ну, в том-то дело, что как только вы дергаетесь за нитюшку... Дальше начинается фамилия. ...вся версия, понимаете, они начались с одной версии. Многие считают эту версию лживой. Поэтому Россия как бы загнала себя в угол. Или отказаться от первоначальной версии, тогда всей версии дуэта, которую мы слышали уже год... Ну, тогда как-то неудобно получается. Одно дело в Крыму, когда МОЗР сказал, хорошо, мы говорили, что нас солдат не было, а хорошо, я могу признать сейчас, что наши солдаты были. Это один отдельный случай, потому что... Кроме не было. ...пять единого выстрела, да. А в Донбассе признать, что Россия участвует, это исключено по определению. Я думаю, что Россия будет просто настаивать на своих версиях до конца. И, понимаете, и время пройдет, и, может быть, все забудут об этом, и либо Ишак помрет, либо, понимаете, и просто выиграет время. Посмотрим, как будут развиваться события. Американский журналист Майкл Бом и его особое мнение. Меня зовут Оксана Чиш. Спасибо.